что порицается делать постящемуся первое порицается чтобы постящийся что-нибудь пробовал на вкус или жевал без уважительной причины это не относится к таким случаем когда человек вынужденный покупать еду опасается обмана или когда некому разжевать еду для ребенка кроме матери если у нее имеется только такая еда которую ребенок не сможет есть без предварительного разжевывания второе постящемуся порицается делать все то что предшествует интимным отношениям и побуждает к ним например целовать и обнимать женщину или прикасаться к ней если нет уверенности в том что это не приведет к семи извержению то есть к нарушению поста в обоих сборниках сахих аль-бухари приводится хадис в котором сообщается что во время поста пророк алейиссаляту ассалям нередко обнимал и целовал своих жен однако он владел собой лучше любого из вас смысл этих слов заключается в том что мужчинам следует избегать поцелуев и не приравнивать себя к пророку алейиссаляту ассалям который в совершенстве владел собой третье постящемуся порицается делать то что может обессилить его настолько что он будет не в силах соблюдать пост например пускать себе кровь с помощью использования банок заниматься тяжелой работой или подолгу находиться в горячей бане в обоих сборниках сахих приводится хадис в котором сообщается что обычно сподвижники отказывались от кровопускания во время поста только потому что постящемуся порицается напрягаться если же вышеупомянутые действия не обессилят постящегося то в совершении их нет ничего порицаемого как и в том чтобы постящийся заворачивался в пропитанную водой одежду желая охладить тело так например сообщается что во время поста пророк алейиссаляту ассалям иногда поливал голову водой по причине жары передал имам абудауд постящийся может промывать нос и полоскать урод даже если это делается не во время совершения омовение однако поступая так не следует переступить предел разумного чтобы вода не попала внутрь поскольку это приведет к нарушению поста не является порицаемым также очищение зубов с помощью зубочистки сивак даже если она смочена водой так как пророк алейиссаляту ассалям сказал обыкновение пользоваться зубочисткой относится к числу наилучших качеств постящегося передал ибн маджи по мнению имама аш-шафии порицается пользоваться зубочисткой во время поста во второй половине дня он считал что использование зубочистки приводит к устранению достойной похвалы следов поста имеется ввиду обозначенная в одном из хадисов слов кулев изменения запаха во рту постящегося в результате отказа от пищи здесь имеется ввиду приводимый в обоих сборниках сахих хадис в котором сообщается что посланник аллаха алейиссаляту ассалям сказал всемогущий и великий аллах сказал любое дело сына адама делается им для себя же кроме поста ибо поистине пост соблюдают ради меня и я воздаю за него посланник аллаха алейиссаляту ассалям также сказал пост является щитом и в тот день когда кто-нибудь из вас будет поститься пусть избегает всего непристойного и не повышает голос или же кто-нибудь станет бронить его или пытаться завязать с ним ссору пусть скажет такому человеку поистине я соблюдаю пост клянусь тем в чьей длани душа мухаммада запах изо рта постящегося приятнее для аллаха чем благоухание мускуса а постящийся испытает две радости он порадуется своему разговению когда станет разговляться а когда встретиться со своим господом порадуется он тому что постился однако как считают ханафитские имамы здесь имеется в виду такой человек который не в силах избавиться от запаха появляющегося в результате поста если же человек не желает избавляться от запаха по собственной воле то награды за это он не получит как и тот кто специально выбирает далекий путь чтобы сделать как можно больше шагов добираясь до мечети несмотря на то что во многих хадисах есть указание на то что человеку который добирается до мечети пешком полагается награды так например в обоих сборниках сахих приводится хадис в котором сообщается что пророк саляллаху алейху ассаляма сказал поистине наибольшую награду за совершение молитвы получит тот из людей кому приходится проходить наибольшее расстояние до мечети то же самое относится и к такому человеку который имеет возможность ехать верхом но отправляется пешком например на джигат на пути аллаха так как буквально понимает хадис где сообщается что пророк алейху ассалям сказал огонь не коснется того раба ноги которого покрывались пылью на пути аллаха передал имам аль-бухари с учетом вышеизложенного порицается чтобы наряду с зубочисткой постящийся пользовался и зубной пастой которая вместе со слюной может попасть внутрь что приведет к нарушению поста однако в том случае когда от запаха изо рта избавиться по-другому невозможно если использование зубной пасты не приведет к ее попаданию внутрь то использовать ее разрешается замужней женщине порицается соблюдать добровольный пост без разрешения своего мужа при том условии что это не причинит ему никакого ущерба если же женщина выполняет обязанности возложенные на нее аллахом например поститься во время рамаданы или возмещает пропущенные дни обязательного поста муж не имеет права запрещать и делать это поскольку сотворенному существу не следует подчиняться если это приведет к слушанию творца указанием на это служит и приводимый в обоих сборниках сахи хадис где пророк алии саляту ассалям сказал не разрешается женщине поститься добровольно присутствие своего мужа иначе как с его позволение здесь следует отметить что данный аспект исходит из стремления к миру и согласию в семье поскольку иногда добровольные виды поклонения могут приводить к ссорам между супругами также следует отметить что если добровольный пост наемного работника вредит интересам нанимателя тот может поститься только с разрешение работодателя и Субтитры создавал DimaTorzok